Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И в рамках разговора о Евангелии от Матфея мы поговорим сейчас о шестой главе Евангелия, которые продолжают Нагорную проповедь, начавшуюся в пятой главе. А здесь вот о чем идет речь. Я даже, знаете, постараюсь не говорить о том, что это важно, очень важно, потому что какие слова не скажи, все будет недостаточно. Каждое слово здесь по-настоящему важно для человеческой жизни. И вот в начале этой главы, вернее, скажем так, в этой части текста, потому что разбиение Евангелия на главы появилось лет через 800 после написания Евангелия. Так вот, в этой части текста евангелист помещает чрезвычайно поучительную, важную для любых религиозных людей мысль Господа Иисуса о том, что внешние проявления религиозности – вещь по меньшей мере бессмысленная, а в большинстве случаев вредная и опасная. Собственно, вот Господь говорит о проявлениях богопочитания. Для его эпохи это милостыня, пост, молитва. Ну, если ты это все делаешь, ты делай так, чтобы это было диалогом с Богом, а не показухой, чтобы люди тебя аплодировали, чтобы люди говорили, ах, какой там он поясник или молитвенник или милостивец, понимаете. Ну, в общем, очень простые все это вещи. И сюда укладываются, конечно, любые проявления внешней религиозности, особенно в социальном контексте, где эта внешняя религиозность по каким-нибудь причинам поощряется. Скажем, в обстановке гонений немножко по-другому выглядит все это. Но для очень многих социальных и культурных контекстов, да на самом деле и вне этих контекстов, просто для сообщества верующих, важно очень видеть, что все наши действия, которые мы предпринимаем как попытку войти с Богом в диалог, вступить с Ним в разговор, что-то для Него, перед Ним сделать, в Его честь, так сказать, да, все это действительно может быть нужным и полезным, если и впрямь направлено к Богу, а не к внешним, если в самом деле вот тебя, ты это делаешь не на показ. Это вещь очень существенная и прямо относящаяся к сегодняшней нашей жизни. Я думаю, что каждому из нас имеет смысл хотя бы изредка задумываться о том, для чего я делаю то, что я делаю, и то, что является там нашими религиозными обычаями, оно делается для... Я в этом участвую, потому что для меня это способ поговорить с Богом, что-то перед Ним явить о себе, о своей жизни, или что-то другое в последнем случае лучше воздержаться. Далее, говоря о молитве, Господь, собственно, вот предлагает своим ученикам, как именно можно молиться. Дело в том, что в это время вопрос о том, что такое молитва, стоит довольно остро. Примерно лет за 50 до Рождества Христова некоторые фарисеи придумали молитвенное правило. До этого, собственно, были псалмы, которые пелись как хвалебные или покаянные песни к Богу, была храмовая гимнография, а, в общем, молитва была разговором с Богом. Что тут, собственно, какие тут могут быть технические придумки. Но вот фарисеи, для того, чтобы можно было сказать, что вот я выполнил некий урок и, значит, помолился хорошо, правильно и достаточно, вот они придумали список готовых текстов с самими ими по большей части написанных, ну вот, для того, чтобы фарисейские ученики или те, кто стали адептами этого течения в результате фарисейской пропаганды, да, ну вот, чувствовались, как сказать, были довольны собой, чувствовали себя помолившимися достаточным образом, чтобы можно было, так сказать, отвлечься на свои дела. Вот эта идея того, что надо отторобанить некие слова, не свои, а чужие, не о твоей жизни, а о какой-то абстрактной человеческой жизни, она была довольно популярна, потому что фарисеи пропагандировали её в Израиле весьма широко. Кроме того, ещё заметим, что Израиль не был ограждён стеной от окружающего мира, и поэтому, особенно в Галилеине, которые жили вперемешку бок о бок с язычниками, знали о разных языческих практиках того, что язычники считали молитвы. Это могли быть самые разные, шокирующие вещи, включая там изменённые состояния сознания, дыхательные экзерсисы, бормотание мантр, которые лингвистическая культура, в общем, об этом знала из-за своих контактов с Индией. Короче говоря, вот вся эта языческая практика, о которой говорит «Господь, не думайте, что в многословии», говорит о язычниках, они думают, что в многословии с вами будут услышаны. Это вот бесконечное повторение полубессмысленных фраз, целью которых является транс, а не содержательный диалог с Богом. Вот в этом контексте, на этом фоне, Иисус говорит своим ученикам, вы, молясь, молитесь вот как, молитесь вот как, и предлагает им молитву отчинаш, которая с первых дней вошла в употребление всех учеников христовых и, конечно, является центральной для всех христиан. Видите, во-первых, Господь говорит об Отце, который на небе. Он предлагает своим ученикам обращаться к Отцу, который на небе. Это, в общем, большое дерзновение, конечно, которому Иисус учит своих учеников. Вспомним, как пророк Исаия Иерусалимский говорит, горе мне, я погиб, потому что глаза мои видели Господа Саваоф, а я человек с нечистыми устами. Страшно впасть в руки Бога Живого. Непосредственный диалог с Богом для ветхозаветной культуры, в которой воспитаны Иисус и его ученики, это пугающая вещь. Кто дерзнет? Имя Божье только первосвященник может в храме раз в год произнести, а обратиться к Богу как к Отцу – это невероятное дерзновение. Обратите внимание, что если в устах Иисуса эти слова все же полностью обоснованы, потому что Отец Небесный – Отец Иисуса, но Он не говорит «Отец мой», Он предлагает ученикам говорить «Отец наш», «Отче наш», тем самым принимая нас своими братьями, признавая своих учеников как своих братьев, потому что Он предлагает нам к Небесному Отцу обращаться как к нашему, с Иисусом общему Отцу. Ну, еще обычные исследователи и толкователи обращают внимание, что греческое слово «отец», которое мы наблюдаем в оригинале и здесь, и у Луки, в общем, может быть прочитано с некоторым уменьшительно ласкательным оттенком, да, то есть это не официальное, а наоборот обращение очень близкого человека, обращение ребенка к своему отцу. Может быть, действительно, это тоже было для учеников Иисуса важно. Далее, в первой части молитвы «Отче наш» Господь предлагает своим ученикам в диалоге с Богом, в разговоре с Богом исповедовать Его, говорить о том, что для нас означает, что для того, кто произносит эту молитву для молящегося, означает стоять перед Отцом Небесным и говорить с Ним. И вот «да светится имя Твое, да будет Твое имя святыней для человека, который молится». Дело не в том, что это имя нужно каким-то образом осветить, в конце концов, ну, это технически невозможно, а в том, как я к этому отношусь, тот, кто произносит эту молитву. «Да светится имя Твое», означает для меня Ты и Твоя суть, которая в Твоем имени заключена, «Великая святыня», то откровение, которое Ты, Отец Небесный, мне дал, «Великая святыня, которой я дорожу больше всего и перед которой благоговею». И дальше, на самом деле, потрясающие совершенно слова. Иисус предлагает своим ученикам говорить «Богу, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Знаете, может быть, любая христианская молитва должна была бы и начинаться, и заканчиваться не словом «Аминь», а словами «но да будет воля Твоя», потому что это самое важное в диалоге с Богом, чему учит нас Бог. Эти слова «да будет воля Твоя», они не только есть согласие на власть Бога, они человеческое сердце, сердце того, кто пытается их произнести, меняют и действительно делают нас людьми Бога, людьми воскресения. Это совершенно поразительная вещь. И вот Иисус говорит «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». На небе она осуществляется беспрепятственно. На небе воля Божья реализуется в полноте. И вот Господь не предлагает своим ученикам говорить там «И унеси нас отсюда, туда, где Твоя воля». Он предлагает нам молиться о том, что вот здесь, в этом пространстве нашей жизни, на земле, в материальном мире, не где-то там за облаками, воля Божья реализовывалась так же беспрепятственно и в полноте, как и на небе, потому что, может быть, именно это и отличает землю от неба. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Далее загадочная фраза до некоторой степени «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Здесь есть, ну, в общем, несколько вариантов понимания. И, наверное, произнося эту молитву, в разные моменты жизни каждый человек вкладывает в неё, может быть, что-то конкретное, разные варианты понимания. Во-первых, речь идёт о ежедневном пропитании. Конечно же, как мы говорили, обсуждая первую заповедь блаженства, это важная вещь. Это важная вещь. И это пропитание, оно не само собой берётся, оно на самом деле исходит от Бога. То, что мы живы, и то, что у нас есть много или мало, чем поддерживать нашу жизнь, этот насущный хлеб, это, конечно же, дар Бога. И вот Господь предлагает, собственно, исповедовать этот факт. Таким образом, говорить Богу, мы от Тебя получаем этот наш ежедневный хлеб, и Тебя за это благодарим. Далее, следующий важный момент, именно вот эта благодарность, потому что позже, после Тайной Вечери, ученики довольно быстро, практически сразу, свяжут этот насущный хлеб с тем хлебом, который Господь даёт своим ученикам на Тайной Вечере. Потому что, помните, как экклезиаст говорит, все труды человека для рта, его сердце, его остаётся без насыщения. Вот, пропитание для жизни телесной мы получаем от Бога, но и хлеб, который питает сердце человека, который насыщает человеческое сердце, это тот хлеб, который Сын Божий даёт нам на Тайной Вечере. И, наконец, связанный с этим третий аспект этой фразы, вот это самое слово «насущный», которое практически во всех библейских переводах и на русский, и на другие языки, и на древние, и новые, ну, в общем, переводится, как правило, либо как повседневный, либо как существенно важный, насущный. Хотя у греческого слова «эпиусиос» возможно и другое понимание, ещё одно, потому что это можно перевести как «надсущный». Ну, собственно, русское слово «насущный» пытается немножко это передать. Может быть, здесь речь идёт именно, подчёркивается, не только о физическом хлебе, физическом пропитании, но и над тем, что более глубоко, над тем, что действительно питает личность, питает жизнь, что является хлебом, исходящим от Бога. Теперь дальше следующий важный очень момент. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. С одной стороны, ну, в общем, очевидно, что мы нуждаемся в этом. Нам нужно просить у Бога о прощении долгов. Нам есть за что просить прощения. И если тебе кажется, что с тобой настолько всё в порядке, что тебе не за что просить прощения у Бога, это очевидное свидетельство, что всё сильно не в порядке. Да? И, конечно же, Господь предлагает своим ученикам просить о прощении. Хотя заметим тоже, что, в общем, Он не делает это центральным содержанием всех молитвных отношений с Богом. Тем не менее, это необходимо, это важно. Обращает на себя внимание вот это самое слово «долги». То есть то, что мы против Бога наделали в своей жизни. И самое важное, вот эта вторая половина фразы, как и мы прощаем должникам нашим. И если они задумываются, то невозможно не споткнуться на ней, на этой фразе, произнося эту молитву, потому что если мы просим простить нам так, как мы прощаем должникам нашим, а мы прощаем или нет? Или мы каждый раз врём Богу, позволяя себе не прощать? Или как-то иначе? Вот это очень важное напоминание, которое в самых разных высказываниях Господа Иисуса, и здесь, и в притчах, и в разных разговорах с учениками, мы видим то, как мы строим свои отношения с людьми, и то, как Бог строит свои отношения с нами, вещи связанные. И если мы хотим жить в пространстве прощения, то это пространство, где и нас прощают, и мы прощаем. И одно без другого невозможно. Это очень побудительная такая важная вещь каждый день, когда мы произносим эту молитву. Дальше ещё две фразы, которые, в общем, параллельны друг другу. В нашем русском синодальном переводе «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». С одной стороны, понятно, о чём идёт речь. Речь идёт о том, чтобы мы были избавлены от власти зла. А с другой стороны, не всё так ясно, потому что, ну что же, получается, что Бог нас вводит в искушение, то есть искушает. Как-то это странное, скажем прямо, понимание. Да. Ну вот, скажем, Сергей Сергеевич Аверинцев в своём переводе «Ванглия от Матфея» предлагает пространное чтение «Не допусти нам впасть в искушение». Это лучший перевод, хотя он получается более многословный, чем, скажем, синодальный. «Не допусти нам впасть в искушение» или «Не оставь нас искушению», как некоторые современные переводы тоже предлагают. Значит, речь не идёт о том, что Бог кого-то искушает. Нет, так не бывает. Бог и так про нас всё знает. Ему незачем нас проверять. Да. Более того, надеяться, что мы окажемся лучше, чем мы есть на самом деле. Речь идёт о том, чтобы когда мы оказываемся в искушении, если уж мы в нём оказываемся, Бог был на нашей стороне, а лучше, чтобы он не допустил нас впасть в это искушение, а провёл мимо. Вот, собственно, такой серьёзный очень нюанс, о котором современному читателю следует помнить. Заключая эту часть Нагорной проповеди, Господь Иисус снова подчёркивает своим ученикам то, что ему кажется важным втулковатием. Говорит, потому что, если вы будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш Небесный простит вам, а если нет, то нет. Что вы выбираете, жить в пространстве прощения или нет? Дальше, в шестой главе, снова он возвращается к теме внешних проявлений религиозности и внутреннего, тайного, невидимого людям предстояния Богу, диалогу с Богом. И вот он говорит о том, что надо ценить вот то, что происходит в тайне, и тогда Бог откликнется. Вот, там, ты когда постишься, умойся, чтобы Бог видел тебя постящимся, а не люди. Да? И тогда Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе. Здесь надо тоже заметить, никуда ты не денешься, что в позднейших рукописях по некоторым историческим причинам и культурным, которые мы сейчас не можем и не будем обсуждать, да, в этих поздних рукописях было вставлено через несколько сотен лет после написания Евангелия, было вставлено слово явно. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе, говорит Иисусу Матфея, и воздаст тебе явно, говорит византийская версия. В заключительной части шестой главы Господь снова возвращается к человеческим заботам, к тому, чем мы заняты, а заняты мы по большей части, конечно, добыванием пропитания. И поэтому он говорит о том, что на самом деле Отец Небесный знает, в чём мы имеем нужду. Мы просто такие трусы, что боимся положиться на него, но всё-таки он говорит, не заботьтесь, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что Отец Небесный знает, вы же ищите прежде всего Царство Божьего, Царство Божьего, всё остальное приложится. Согласиться, поверить в это, положиться на это обещание Иисуса трудно. Согласиться на то, что приложится не то, что я хочу, а то, что Бог сочтёт нужным, ещё труднее. Но вот Иисус предлагает нам в первую очередь внимание сердца, внимание разума своего, всей своей личности, сосредоточить на Боге и его царстве. Ищите прежде Царство Божьего и правду его, и тогда всё остальное приложится вам. Иисус подогнал. Иисус подогнал. Иисус